Мимо барочного костёла Святого Иосифа, что стоит на площади Республики, мы проходили каждый раз, когда возвращались в наш отель Пенсион Платан, расположенный в пяти минутах ходьбы отсюда. Напротив стоит общественный дом, жемчужина пражской архитектуры в стиле модерна. Его фасад украшен мозаичным панно Апофеоз Праги. Через скрытый мост общественный дом соединяется с Пороховой башней, единственным сохранившимся фрагментом крепостной стены Старой Праги. Её заложили ещё в 1475 году по приказу короля Владислава Второго. Первый этаж башни украшен изваяними чешских королей Владислава Второго, Иржи из Подебры, Оттакара Второго и Карла Четвёртого. По углам расположились аллегорические фигуры, представляющие добродетели правителей. Второй этаж украшен гербами городов и земель, принадлежащих чешским королям. Мы поднялись по винтовой лестнице из 186 ступеней на смотровую площадку, чтобы посмотреть на Прагу с высоты 44 метра. От Пороховой башни к Староместской площади ведётся летная улочка. В Старой Праге она была местом проживания пекарей, которые пекли цалны, разновидность кренделей. Целетная улочка являлась частью королевского пути, поэтому сегодня на ней всегда много туристов. Целетная улочка 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 Мы зашли в ресторан Усупа, где попробовали знаменитое веприво колено. А на выходе из ресторана Оля решила попробовать чешское мороженое. Другой, но уже более современной достопримечательностью Праги является стоящий на набережной Волтавы знаменитый танцующий дом. Это офисное здание в стиле деструктивизма. Он состоит из двух цилиндрических башен – нормальной и деструктивной. Рядом протекает величественная Волтава, в которой отражаются башни дома. Старомесская площадь находится в историческом центре Праги. Окружают ее городские дома, фасады которых выполнены в различных архитектурных стилях. Можно встретить и готику, и барокко, и рококо, и ренессанс. С XII века здесь был большой рынок. Отсюда старое название площади – Старый рынок. Память к Яну Гусу на Старомесской площади был открыт в 1915 году. Вокруг проповедника – воины в изгнании. Надпись на постаменте гласит «Любите людей». Тынский храм, или храм Девы Марии, расположенный на Старомесской площади, насчитывает уже семь веков. Это его две остроконечные башни являются символом Праги. Они возвышаются над красными крышами домов, как будто одетые в царские короны, украшенные золотыми шарами. Когда он был гусицким храмом, Мадонна на его фасаде держала в руках золотую гусицкую чашу. После поражения гуситов из чаши сделали золотой нимб для Мадонны. Мы полезли наверх, на Старомесскую башню, чтобы полюбоваться сверху видами Старой Праги. КАК. КАК. ПОТИНСКИЙ. КАК. ПОТИНСКИЙ. КОМП. КАК. КАК. Церковь Святого Микулаша также украшает Старомесскую площадь. В настоящее время она является главным храмом Чешской гусицкой церкви. Старомесская ратуша в Праге была заложена в 1338 году королем Яном Люксембургским. Ее высота около 70 метров. В конце 15 века на башне ратуши установили часы с курантами, носящие название Орлой. Часы с курантами, носящие название Орлой, являются одной из главных достопримечательностей Праги. Куранты бьют каждый час, начиная с 8 утра до 8 вечера. Самым интересным элементом является шествие 12 апостолов в верхней части курантов, который завершает крик петуха. Орлой. Куранты бьют. Куранты бьют. Продолжение следует... Знаменитый Карлов мост является, пожалуй, самым знаменитым мостом через Волтаву. У входа на него стоит скульптура короля Карла IV. На мост ведет арка Старомесской мостовой башни, находящаяся со стороны Старого места. Если хорошенько присмотреться, то на фасаде башни можно увидеть сидящие статуи Карла IV и его сына Вацлава IV. На месте Карлова моста был сначала Старый Романский мост, названный в честь жены чешского короля Владислава I Юдитин. 9 июля 1357 года Ровно в 5 часов 31 минуту в строгом соответствии с астрологическими прогнозами король Карл IV положил закладной камень в строительство нового моста взамен уничтоженного наводнением 1342 года. Его протяженность 520 метров, а ширина 10 метров. 30 скульптур на мосту установили позже. Самая старая из них, скульптурная группа Святой Крест, датируется 1657 годом. Скульптурная группа Святой Крест, датируется 1657 годом. Музыка Скульптурная группа Святой Крест Субтитры создавал DimaTorzok Самой популярной является изображение Яна Непомуцкого. Притромувшись к ней, нужно загадать желание, и оно, как верят прожане, обязательно сбудется. Субтитры создавал DimaTorzok Западный малостранский конец Карлова моста Заканчивается арочными малостранскими воротами. Ворота эти служат проходом к Пражскому граду. Их соединяет две старинные мостовые башни. Низкая башня Юдитина считается старше самого моста. Она стоит здесь с XII века. А правая высокая башня была возведена уже после строительства Карлова моста в 1464 году на месте снесенной Романской башни. В Литинских садах Праги находится известная обзорная точка Ганавский павильон. Он расположен рядом с Чеховым мостом на высоком холме. Из Ганавского павильона открывается вид на Волтаву и все ее мосты. Множество художников приходит сюда, чтобы запечатлеть на своих полотнах такой старый, но до сих пор завораживающий красивый Пражский град. Продолжение следует... Происхождение ботинок на проводах осталось для нас загадкой, но скорее всего это студенты забросили их туда в знак окончания учебы. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Королевские сады относятся к Пражскому граду и располагаются в северной его части рядом с оленем рвом на месте бывших в средние века виноградников. Это самые ухоженные сады комплекса Пражского града. Именно здесь расцвели первые в Европе тюльпаны. Их украшает Бельведер, летний дворец королевы Анны. Фонтаны, беседки, террасы, скульптуры. Чего только здесь нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кроме кедров и фиговых деревьев, здесь произрастают в большом количестве апельсины и лимоны. На малой стороне находится еще один храм святого Микулаша. Собор был окончательно достроен в 1756 году. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Набережная Волтавы – прекрасное место для пеших прогулок. Можно любоваться спокойным течением реки и красивыми домами на ее берегах. Вдали притягивает взгляд величавый Пражский град, резиденция чешских королей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подножье Петершина холма стоит мемориал жертвам коммунизма. Это семь выстроенных на лестнице статуй, постепенно как бы исчезающих в пространстве. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На холме стоит самая высокая точка Праги – смотровая башня Петершин, которую часто называют Пражской Эйфелевой башней. Ее высота 80 метров, но верхняя смотровая площадка находится на высоте 55 метров. Удобное положение позволяет увидеть с высоты всю Злату Прагу и ее окрестности. На башне одна над другой две смотровые площадки, попасть на которые можно по лестнице, опоясывающей башню по спирали снаружи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У подножия башни мы нашли аттракцион. С зеркальным лабиринтом и комнатой кривых зеркал. А белочку мы встретили, спускаясь вниз к Вултаве по Литенским садам. Вацлавская площадь или Площадь Святого Вацлава раньше называлась Конский рынок, так как в средние века там проводились лошадиные ярмарки. Она была переименована Вацлавскую только в 1848 году. В конце площади расположено здание Национального музея. Перед музеем стоит конная статуя Святого Вацлава. Надпись на постаменте гласит «Святой Вацлав, ярцог земли чешской, государь наш, не дай погибнуть ни нам, ни детям нашим». Полное название Пражского собора – Собор Святого Вита, Святого Вацлава и Святого Войтиха. Согласно легенде, в 925 году воевода Богемии и проповедник христианства Святой Вацлав основал эту церковь. На фасаде собора много фигур и изображений злобных химер и горгулей, которые по замыслу должны отпугивать злых духов, однако в реальности служат всего лишь водостоками. Три входных портала украшены барельефами. На центральном – изображение сцен строительства храма, от создания первоначального проекта до торжественного вноса мощи святых. На левом портале – чудесные деяния и истории из жизни святого Вацлава, на правом – святого Войтыха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На решетках перед воротами изображены ремесла, подходящие для каждого знака зодиака. Златаулочка ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Золото Эликсир Вечной Молодости Или философский камень. К сожалению, стражники были весьма далеки от каких-либо изобретений вообще. По мере того, как профессия стражника теряла свое значение, эти курьезные строения стали заселяться художниками, чиновниками, звонарями и капельмейстерами, а позднее — беднотой и преступниками. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также здесь расположен самый крупный в мире замок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Две белые, тонкие, но не одинаково широкие башни светятся в панораме Пражского ограда. Субтитры создавал DimaTorzok На выходе из Пражского ограда мы неожиданно увидели церемонию смены караула. Субтитры создавал DimaTorzok Добро попросил41 column Субтитры создавал DimaTorzok hao Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в реках Торзок Добро пожаловать в реках Торзок 之前 обожиданно и прибавить ее из montage А также обожиданно и абсолют Tampa ЗаканатчировалVき Мух Cait Гораз atmospheric фотографии holy rough подогнал Субтитры создавал DimaTorzok Объяды Removal Вышеград Вышеград – это старейший район Праги, расположенный на берегу Волтавы на вершине скалистого холма. Вышеград называют соперником Пражского Града. По легенде, Вышеград был основан Кроком, сыном основателя страны Чеха. Вышеград стал местом проживания первых чешских князей и княжны лягуши. Крепость на холме возникла во второй половине X века, а в начале XII века здесь устроили свою резиденцию князья Пршимысловичи. Вышеград отдален от центра Праги к югу. Здесь можно не только увидеть замечательную панораму с видом на реку, но и восхититься архитектурными сооружениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скульптуры древних героев Чехии в парке напоминает о легенде, согласно которой в скале Вышеграда ждут своего часа конные рыцари, готовые по сигналу лягуши встать на защиту города и всей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Вышеград по праву считают первым центром чешского государства, который был воздвигнут в X веке. В Вышеграде находится базилика святых Петра и Павла, древнейшее сооружение на территории Чехии. Ее появление относится к концу XI века. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok